Главы обороны к ведомству стран ШОС и СНГ подписали в Москве совместные коммунике. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что документ отражает гасолидированные подходы к решению общих проблем в сфере безопасности. Как укреплять оборону в текущей международной обстановке, выясняла у экспертов Юлиана Буре. Еще один шаг к становлению нового азиацентрированного мирового порядка именно так характеризуют эксперты встречу министров обороны стран ШОС и СНГ в Москве. Напомню, Сергей Шойгу еще в августе назвал ШОС новым центром силы и подчеркивал необходимость встречи. Спустя пять месяцев стало понятно, затягивать с обсуждением международной безопасности нет смысла. По свидетельствам российского министерства обороны, западные страны продолжают поставки оружия в Украину, что только затягивает кризис. Есть и другие причины усиления разногласий со странами НАТО, объясняет президент Академии геополитических проблем Араик Степанян. После развала Союза, значит, американцы Советского Союза, они решали, что они гегемоны, единственные. Поэтому все эти международные правила, которые были написаны и утверждены, значит, после Второй мировой войны, они утратили свою актуальность. Американцы будут делать по-своему. Что это, вот эта наглость, не понравилась всему остальному миру, незападному миру. Потому что американцы начали, как бы, дискредитировать все международные организации. Бомбили Югославию. Вердикт этого гаазского трибунала был, что Милошевич невиновен. То есть, просто так они разбомбили Ирак. Якобы у Саддама Хусейна есть, значит, химическое оружие, потом оказалось, что этого нет. Но Тони Блеер, тогда премьер-министр Британии, сказал, ну, ошиблись, извините, но зато, видите, теперь мы демократию привели в Ирак. Помимо коммунике, который приняли страны по итогам встречи, Россия заключила двухсторонние соглашения с Арменией, Казахстаном и Таджикистаном. Последнему Россия продолжит оказывать военную помощь. Сотрудничество России и Таджикистана в военной области – важный фактор сохранения стабильности в Центральной Азии. Намерены последовательно реализовать совместные планы по обеспечению региональной безопасности. По словам политолога Раика Степаняна, дополнительные договоренности с этими странами объясняются еще и тем, что на их территории Пентагон открыл биолаборатории. В Казахстане, Таджикистане и в Армении есть американские биолаборатории. Это очень напрягает и Россию, и, можно сказать, Китай в том числе, потому что они знают, что из этой биолаборатории какие вирусы могут распространяться. Поэтому вот эта коммуникея позволит совместно России с этих трех республик – Казахстан, Армения и Таджикистан – решить эту проблему. Эксперты уверены в том, что главная цель взаимодействия по военной линии между странами ШОС и СНГ – не эскалация, а противодействие глобальным вызовам, которые стоят перед суверенными государствами, и сведения на нет военных конфликтов. Продолжение следует...